Вега-Сквадрон Пока он немножко провалился Не, но Мэтт провалился еще на первом поражении Поэтому будем наблюдать за камбэком Гамбитов, пока полуфиналы у них не идут И в прошлом Сплите именно против команды Джаст, где они тоже 0-2 проигрывали Ни в этом полуфинале против команды Вега-Сквадрон У них не идет Я рассказал сегодня с Атером, он мне сказал, что они Сегодня новый стиль у них будет И они будут играть очень агрессивно и быстро Пока мы в первом драфте Как бы было непонятно, то ли они хотят быстро играть С Дрейвеном, то ли они хотят с ГП скилиться Во втором как-то повеселее стало То есть появился Люцан, появилась Вай Который очень может быстро разгонять карту И это даже получилось на нижней линии Но, как всегда, это обычно бывает Закрепить преимущество намного сложнее, чем его просто получить И пока мне стажер начинает потихоньку напоминать немножко Смурфа То есть метовых героев пока от стажера я не вижу То есть ГП Понятно, что его немножко усилили И Смурф на этом чемпионе немножко отыгрывал И стажер у нас этого героя тоже показал в первой карте и на опенкапе Но я не думаю, что настолько сильно его бафнули, что он прям должен возвращаться в игру Он сейчас в мету пока непонятно подходит или нет Рано еще говорит, мало игр было на нем сыграно Но другие герои сейчас, совсем другие герои Либо ты берешь какую-нибудь Кейл, которая помогает Лесник И ты скейлишь на этом герое, потом становишься монстром Либо ты берешь какого-нибудь Ринктона, условно говоря, и начинаешь разыгрывать Прямо с ранних стадий вместе с Лесником Помимо Ринктона, есть еще куча других АД Кеннон, Дмитрий? АД Кеннон, это вообще такое Я когда увидел решительное наступление, как только загрузилось ущелье призывателей Я просто, ну, знаешь, я офигел Это мало сказать, но нужно грубее говорить Потому что, ну, АД Кеннон уже давно Понятно, что там Атак Спид на Е прикрутили Стало как немножко повеселее в этом плане Но нет, нет, АП Кеннон намного лучше Если бы он здесь был, то они, в принципе, Лейт не проигрывали Это понятно, потому что КС-1, Кейл Ника, КС-1, Кейл, Ника Дмитрий, шестнадцатые левела этих чемпионов Все, надо ввести десять тысяч золота, чтобы были какие-то шансы Понимаешь, там Ника как бы еще Хочется сказать, ну ладно, Ника Она очень сильная Но все равно, ну когда есть Кейл Когда есть КС-1, хочется сказать Ауч! А так еще в чем прикол этих связок? В том, что КС-1 может прыгнуть вперед На него повесится ульта Кейл И его не убить, и он может распрыгаться очень легко И то же самое про Ника Если Нику цепанули, это не факт, что вы ее еще убили Момент был поворотник, как раз таки, вот в этом реплее, дорогие друзья Где Барона не забрали команду Гамбита Они решили принять траку Но она очень-очень Приняли траку И неправильно То есть Даймонд не пошел Видите, Даймонд там Барона пытался добивать А команда Гамбита все жестче и жестче коммитилась в эту траку И по сути вот здесь уже Здесь происходит зачастую тилт в таких моментах Потому что здесь жесткий выброс Барона не смогли отдефить после Этот момент после, через секунду 10 Дажор еще Рутецкий тут славил И он со скачка пытался застанить КС-1 на Адекеноне Очень такой рисковый момент Возможно, если бы он просто пытался помогать Кире харасить Все было бы чуть-чуть получше Но и здесь, конечно, Аннасик плюс Кейл задайвили Сначала Киру Потом добили Литкена Хоть и разменялись Но по нижней линии там уже шла Кайла И пока... Века-Сквадрон, понимаешь Века-Сквадрон это ЕПГ Они работают по мете У них там... У них Кейл У них агрессивный Лесник Рикса и Кейл Казикс Который все позабыли Но на самом деле он работает Он очень сильный И... Ну и нижняя линия более-менее стандарт То есть Ника, Кейтлин Такая одна из заготовочек Очень сильный героя Номанс Играет на своих привычных пиках То есть Касадин Касадином нас уже не удивишь Кайлой Меня лично и вас тоже Он не должен был удивлять Потому что на первом сегменте Мы уже сказали, что там 15 игр было только 3 дня назад Сколько там... Я еще поговорил с Инви В перерыве совсем чуть-чуть Он сказал, что у него на Кайле В районе там Не ошибаюсь, 13-2 Либо 15-2 Да, Дмитрий Вот это вот преимущество Тысяча, две золотых Это было файн Гамбит избрали драконов, конечно Но лейтгеймовые чемпионы скелились И потом они еще даже не достигли пика Своей силы Когда произошла драка на бароне Которую Гамбиты выкинули И лично для меня Я вот... Мы с тобой сидели И я сказал Все, это игра Это игра тогда Дамы и господа Кира будет играть в третьей же игре И, возможно, в последней Помимо всего Нам сообщают, что Гамбит Е-спорт выбирают красную сторону На этот раз Исходя из чего Они меняются сторонами В отличие от первых двух играх Как это было при победе Вега-Сквадрон Вчера ЕПГ тоже приоритетили синюю сторону А мы М19 На красную Не могли поиграть Я пока Я пока, знаешь, я сильно Ой, здесь акула пытается Знаешь Раненого Раненого зверя Куснуть Но на самом деле еще рановато Еще рановато Не из таких Раненый лев Это все еще лев, Дмитрий Это правда И рано Гамбит Расписывается с счетов Насколько в истории Мы помним моментов Когда они И не из такого камбэкали Так что Все только начинается Очень интересно Очень интересно Джасты вели 2-0 Гамбиты не отдали им серию Сейчас Вега ведет 2-0 Но Вега сейчас Выглядит посильнее Чем Джасты тогда При всем уважении к Джастам Естественно Но до сих пор До сих пор 0-2 Гамбитам будет очень трудно Выкарабкиваться Посмотрим Сможет ли Икстил поиграть Потому что пока Первые 3 игры У нас играет основной Мидлейнер Это Михаил Гармаш Он же Кира Естественно Не в этом дело Какой медлейнер Кира пока Претензий нет Он не выбрасывает Его ганкают очень много Но в целом Кира очень хорош Здесь топпер больше Просаживается Потому что В первой игре ГП-03 Во второй игре Кенон АД То есть Там даже не так Все плохо было Но все равно Там лишние смерти Когда Герольда призывал На девятом левеле Казикс на верхней линии И Кайла То есть Они подлутали То есть Такие моменты Где очень много Отдается Сажор на самом деле И если бы Кенон был АП Они бы Проиграли бы Лейдгем Но комбинация А у Е ультимейтов Могла сработать Потому что Очень легко Испомнить Вай ультует Сверху шар Ударная волна Аторианная Сверху Кенон ультует АП То есть Прослеживается Очень легкое все А здесь Отдэ Кенон От его ульты Практически ничего не зависит Тут самое главное Что он должен выйти вперед Он должен нафармить Быстро три слота Желательно И с генсой Потом какой-нибудь Замерзший молот Старые наработки Как-то будет Кайлу допустим Сплит пушить Мне пока очень нравится Лично В это верю слабенько Мне очень нравится Как Вега драфтит Сейчас Несмотря на то Что опасно Трильный гейм чемпион Могли линии слить Это Вега вообще Это вот То из-за чего Кстати я против них и ставил Потому что Практически каждую игру Можете открыть Увидеть там кучу лейта И Работало Работало Ну посмотрим Какие драфты будут у нас Третьей игре И возможно в последующих Вега удивит нас или нет А мы почти готовы Переходить к имитаторам Но перед этим Поговорим с гаджетом И узнаем Какие эмоции он испытывает В БО 5 сериях Бывает ли такое Что в играх на сцене Ты не справляешься с эмоциями И это как-то Аффектит твой геймплей Именно Во время БО 5 серий Во время БО 1 серий Ну Я всегда спокойен Но когда я вижу Что игра либо Проиграна Либо уже 100% выиграна Я там позволяю Каким-то левым эмоциям Которые не должны появляться В профессиональном матче Выскакивать Но обычно я Сначала и до конца Крайне серьезен А в БО 5 серии Вот Например у меня была В моем первом Профессиональном сплете ЛЦ Серия против М19 Где мы проигрывали 1-2 Вот Тогда я вообще не чувствовал разницы Вот Второе поражение против М19 Меня наоборот зарядило больше На четвертую игру Ну и то есть По ходу БО 5 серий Я заряжаю все больше и больше Шокирующая серия команды Гамбит и Вега Сквадрон Счет 2-0 Это матч-поинт Если прямо сейчас Вега Сквадрон Берет третью карту То они выходят в гранд-финал Здесь встретятся с Елеменс Про Гейминг Но у Гамбит еще Ничего не потеряно И мы готовы переноситься в драфт Третьего матча Дорогие друзья Вега против Гамбит Гамбиты меняют сторону И играют на красный Да, то есть В отличие от ЕПГ Которые вчера до конца Шли на синей стороне Здесь Гамбиты решают Адаптироваться все-таки Не хотят больше Получать вот этих Контрпиков Хотя По поводу предыдущей игре Не сказать Чтобы была проблема в драфте Все было отлично Плоть до вот этой Дракена на шоре Я полностью согласен С изменением Стороны Вообще Это прям то Чего я ждал От Гамбитов В третьей игре Потому что зачастую Вот No joke Но сторона Может Сторона конечно решает Решает Вот даже далеко ходить не надо Вспомним чемпионат мира Гамбит против Cloud9 Ни Cloud9 Ни Гамбит Не могут драфтить на красной стороне И выигрывает тот Кто играет на синей То есть И та и другая команда Проигрывает драфты на красной Потому что просто неудобно Не могут драфтить на этой стороне И синяя выигрывает Тут Пока ситуация Что два раза Вега выиграла на Красной стороне Вопрос сейчас Что будет Вот Гамбит Это важнейший Рывок Выиграет на красной стороне И там уже дальше смотреть Как будут происходить дела Опять играет Кира Опять же Да И И Рейли остается Открытой сейчас И забирают И Рейли И Вега Сквадрон Тут же При том что Кайла и Маргана В бане На этот раз Кассиопе Естественно тоже И Сайлас Появляется Который остался Открытым И Гамбиты Сейчас будут Получать для себя Хорошие пики Помимо Сайласа И Вай еще есть Вай Сразу для себя Забирают То есть Флекс Сайласа в лес Не хотят Оставлять Сразу раскрывают Что это Самый наверное Комфортный Сейчас лесник Для Даймонд Прокса Но у Ананасика Есть возможность Контрпикнуть Потому что если В этих двух пиках Лесника не забирать Понятное дело Что там и Казикс И Рексай Скорее всего Просто уйдут в блокировку Как самые опасные Для Гамбитов лесники Ананасика Сиджа здесь может появиться Спокойно И Рейли уже И Рейли Да И Рейли с Сиджа Это связка Которая у нас Исторически работает После реворка И Рейли Отлично И сразу же появляется И Рейник Представляешь Если сейчас будет Рейник Сверху Под Сиджу И Рейлю Это Просто Уничтожающая Персонажи Которые Компенсируют Слабость Сиджи В начале Потому что Очень легко Настакать пассивку Потому что Сами по себе Вот эти брузеры Очень сильные Я думаю Что сейчас Рейника Раскрывать не будут Забирают просто Для гаджета Опять Нико То есть Здесь пока что Флекс И Рейли Живет Хотя Скорее всего Опять таки Предполагаю Что это все таки Босс Шен для Жесткого Макса Это Сетапно Дайв на топ Скорее всего Но есть Теоретическая вероятность Что для стажера будет Шен Потому что Шен исторически Это хороший пик И Рейли В начальной игре То есть начальный Ранний мидгейм То есть Теоретически Шен может пойти на топ Как контрпик И Рейли Именно для того Чтобы разогнать Раннюю стадию игры Ну то есть Здесь вопрос такой Если Шен у нас идет На верхнюю линию То это надо разгонять Игру от бота Шен у нас не берется Для того чтобы разгоняли Игру от него Он Как любой персонаж С глобалом Скорее должен оказывать Влияние на другой части карты Здесь Если это все таки Будет Шен Саппорт На что я бы лично поставил Я думаю что это будет Разгон В верхней части карты Соответственно Вот я только хотел сказать Вега Сквадрон Должна сейчас банить Сильных топеров От которых можно разгонять игру То есть Здесь Уходит Реник То он в блокировку И скорее всего Я думаю может какая-нибудь Фиора уйдет в блокировку Хотя Фиора Не самый сейчас Знаешь По метовости такой Правильный чемпион Которого разгонять Стасик стреляй как пузи Хорошие советы у нас От болельщиков Очень-очень дельные Потому что действительно Стрелять как пузи здорово Собственно Вторую часть тоже Можно догадаться Что это не очень здорово Пока что Кому как Кому-то идет Кому-то идет По мнению Некоторых людей Так Комбитый спорт У нас блокирует Двух саппортов Но пока что Открыт Галлио Кстати говоря Вполне могут Могут сейчас Гамбиты для себя Его забрать Прямо сходу А куда его отправлять У нас уже Сайлос То есть у нас Сайлос топ Плюс Ну вообще В теории можно То есть А Джакс уходит Блокировку Да это опять-таки Для стажера Неприятный бан Именно вот Топеров которых разгонять И ты сохраняешь Теоретический флекс То есть Галлио Который может пойти на мид Который может пойти на суппорта Шен может пойти на топ Я сохраняю идею Того что это может быть Шен на топ Вероятность этого Не велика Но учитывая последнее Усиление Шена На его Даггер На его кью Ого Кайса Для логика Это фирменное Да Кайса очень хорошо Поддерживает Вот этот Энгейдж Издали Потому что может В любой момент За счет инстинкта Убийц Присоединиться К действующему сражению Остается лишь вопрос Как все-таки Будут отвечать На эту Ирелию И мы сейчас увидим Куда все-таки Хотят отправить Ирелию Игроки И Вега-Сквадрон Потому что Ну здесь в любом случае Будет саппорт Галлио Галлио скорее всего Я думаю Или все-таки Трэш Трэш Хороший метовый саппорт Очень сильный сейчас И против Шена Против Шена Очень неплох Можно ему Его теневой рывок сбить Чтобы не дать Сдать провокацию По-хорошему Вообще трэш Это контрпик Шена По идее То есть трэш Если теневой рывок Шена Сбивается То все То можно на развороте Просто убить Шена Дальше Подтянуть его Десентенс Смертным договором И ваншот на Тиккорки Фирменный Для Номанза Много магического урона У Веги Опять Здесь опять расчет будет На то что Босс именно выйдет вперед И здесь мы сейчас увидим Как захотят Вот композиция От Веги с Квадрон Она такая знаешь Прямо стандартная То что мы от них видели На протяжении регулярного Сезона И неужели это будет Ургот на верхнюю линию От стажеров Представь Какую-нибудь Зайру для гамбитов Сверху Вот Зайру Против которой является Контрпик Андраша С Кайсой Могут натворить делов На нижней линии Против никого и Трэша Но это Ургот Это Ургот Для стажера Да То есть Опять таки Значит Сайлос у нас персонаж Который очень легко Забирает приоритет Потому что очень много АОЕ урона Корки не может с ним соперничать Особенно в ранней стадии Просто цепи Пассивка То есть сразу там можно Волну миньонов забрать Уже буквально на одной книжке На АП Приоритет на Миду Плюс руамищий саппорт С глобальной ультой Это все Просто кричит о том Что давление должно идти На верхнюю часть карты Гамбит у нас меняет Свою идею ранней игры Первую Первую игру Ну они вообще Практически ничего не сделали Пытались давить на нижнюю линию Во второй игре у них Получилось задавить нижнюю линию Очень неплохо Сейчас они хотят давить вверх И они могут выключить босса То есть выключить босса Но это все равно временно Это всегда временно Босс всегда возвращается Да И на мой личный взгляд Играть против босса Это очень умный игрок Он уже многократно показал Насколько хорошо он умеет Стоять против давления Он как стажер Стажер тоже очень умный игрок Они оба Постоянно Хорошо Работают против давления Которое на них оказывается Если стажер в первой игре Допускал ошибки Которые позволяли наказывать Босс Может быть тоже будет их допускать И тогда это Огромный шанс для Гамбита Через топ Разнести вегу С другой стороны Если босс не будет допускать ошибок И не позволять Гамбитам Себя доминировать То возможно Это прям Плохое действие От Гамбит Да Но Гамбиты опять Должны играть первым номером Потому что опять Обязаны Скейл на стороне Веги Сквадрон И Ника И Корки Надеюсь что это будет Корки 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 конечно Но он уже доступен По-моему На турнире Я не знаю Доступен ли он на турнире Кстати это вопрос Но в других регионах Я его уже видел И он потрясающий Он великолепный Коржик Коржик Да И Релия тоже Здорово очень скалируется В лейт Учитывая что не забрали Контерпик сразу Там в виде Рениктона Или Джакса Для меня вот лично вопрос Как будет работать этот Ургот Это новый Ургот Он будет играть скорее всего Завоевателем А не с Книжкой И Ну Есть такой вариант Посмотрим Но мы переносимся В ущелье призывателей Дорогие друзья Матчпоинт Противостояние Вега Сквадрон Погнали Да Это не просто матчпоинт Это тройной матчпоинт Сейчас Потому что Гамбитам надо Три игры подряд Против Беги выигрывать Кира пока что Нас спамит эмоцию Возвращайся к хозяину Возвращайся к хозяину Вообще Самое интересное Самое красивое Да У Сайлоса Это танец Я надеюсь что Кира Все таки покажет нам Замечательное Исполнение Танцевальных движений От этого персонажа У стажера все таки Завоеватель То есть Этого Ургота Недооценить не стоит Очень много урона он выдает Учитывая усиление пассивки Которая теперь Не Уменьшается урон по цели Которую ты уже нанес урон пассивкой Там с завоевателем Можно очень-очень много урона нанести Еще часть из этого будет Чистым уроном Стажер кстати Вдобавок Ургот с Вай Это прям Да Это вот на шот одной цели Это прямо Очень жесткая связка Ургот после ультимейта Естественно Накладывает страх То есть Если это 2 на 2 Вообще мне кажется 2 на 2 Гамбиты должны выигрывать В топсайде Без шансов Для Веги Есть еще там Нэшкира придет Которая украдет ульту Например ананасика С другой стороны Кроме как ульты ананасика Здесь Ну есть острие авангарда Которую можно Украсть Коробка трэша Так себе Ультимейт А ну ультимейт Ника Тоже неплохо смотрится Это кстати имба Ультимейт Ника Когда крадет Сайлос Так как он Персонаж ближнего боя Как никак Он всегда находится в гуще событий То ультимейт Ника На Сайлосе работает На 10 Даже лучше чем на самой Ника Кстати говоря И он еще мобильный Что очень приятно Потому что он хорошо Согращает дистанцию За счет своей Е Кстати говоря Сейчас Кира вот Со счета начал И очень активно Старается Номаза запушить Все правильно То есть сейчас Я не знаю Мне кажется все Сайлосы Стартуют с Ешки Неважно какой линии ты играешь Есть одно Наверное небольшое исключение Это если ты хочешь запушить Левел 1 Но это такое Ну это редко бывает Он все равно на самом деле Даже если он берет Ешку Просто за счет пассивки Он очень быстро запушивает Там два использования Поэтому Да На Ешке да Там два использования Есть как бы Первая часть Это вот рывок со счетом Вторая часть Это уже цепи Пока что у нас Даймонд забирает Верхнего краба Но об этом знают Ананасик у нас такой Знаешь сейфовый вариант Кстати Левел 2 Очень хорошо могут О у нас скачок уже От Номанза Практически погиб Корки Кира хорошо давит Сейчас игрока Средний Ливега Забрали нижнего краба Я хотел прям отметить Кайса с Шеном Очень хорошо забирают Контроль от ранних крабов Потому что у Шена есть теремой рывок Который понижает резисты краба И Кайса очень хорошо Наносит урон По объектам в лесу За счет процентного урона Да За счет своей пассивки Да Абсолютно верно И здесь здорово Гамбиты вот именно Все вместе отыграли Потому что Одного краба забрал даймонд Другого забрала нижняя линия Да Получили приоритеты И использовали И в итоге сейчас Должно быть тяжелее Ананасик С другой стороны Ананасике сейчас нет давления Потому что Он просто здесь Может спокойно Ходить и фармить Другой вопрос Сейчас он пытается Его видели Да, его видели И он пытается Знаешь, на стажера выйти Стажер сейчас должен Играть просто аккуратно Леса в верхней части нет Так, стажер Получает оглушение Ого, но стажер смог Ешкой выйти Во время оглушения Прекрасная игра Вот стажера Не теряет он здесь Свой скачок Да, это здорово Сделал стажер Напомним, что у Ешки Есть такой каст тайм Небольшое время Когда заряжается умение И даже если контроль Проходит в это время Умение все равно Прокастуется Много есть таких умений В лиге или нет Например, та же ульта из Реаля Которая тоже заряжается Там некие доли секунды Если он даже получит контроль Все равно ульту сумеет Зарядить и выпустить Кстати, у из Реаля подольше Ну да, там Дольше, но все равно Как бы есть некий Так сказать, иммунитет контролю Здесь стажер Очень здорово выходит Ананасик вынужден Возвращаться в итоге На свой Свой, так сказать Блубов сайт То есть В верхнюю сторону леса Просто там дофармить Даймонд у нас уже Все зафармил И сейчас у него есть Такое свободное время Как бы свободное плавание Когда он должен По идее у него Големы восстановятся первыми Он может на Вот именно у нас Уже усиленные големы Которые получили Дополнительный уровень Будут давать дополнительное золото По таймингу как раз пришел И должен выходить На контест верхнего краба Опять Потому что есть приоритет На миду И на верхней линии Сейчас тоже должен быть приоритет Потому что босс Там большая пачка Там большая пачка ведется От стажера в сторону босса И да, как ты уже отметил На миде приоритет Очень важный Здесь кстати Неплохой Очень стар По лодику играют Неплохой флей Лодик может погибнуть Скачок Не вынеси Исцеление Нажимает Оби-самонерки Как только что Вега-Сквадрон Два в два разыграли на боте Шикарно Шикарно было Да, просто неожиданно Шикарно Я бы даже сказал Я не пытаюсь Преуменьшить заслуги Сантоса и Гаджета Но как внезапно Проходит Обездвиживание От Гаджета Который сразу же Фоллоапится Хуком от Сантоса И это был практически Смертный приговор В прямом смысле Этого слова И это позволяет Сейчас Вега-Сквадрон Стартануть Инфернального дракона И кстати знают о том Что Даймонд Прокс Находится на топе Или нет Возможно информация была И очень круто Реализует сейчас Вега Свою возможность Забрать Инфернала Которых возможно Так не хватало Гамбитов в прошлой игре Да, это Причем это получилось Так, знаешь Таким экспромтом Потому что по идее Не должно быть таких разменов На нижней линии Два на два Когда Лодик просто вынужден Два заклинания призывателя Прожимать Даймонд сейчас пытается найти Какие-то кемпы Которые может украсть Ананасик Но таких таковых нет Потому что Ананасик У нас начинал с нижней части леса И сейчас Даймонд Знаешь, немножко потерян Надо ему возвращаться Мне кажется На свою В свою верхнюю часть леса Забирать Рапторов Так идет у нас Воровство ультимейта Так, Даймонд заряжает Опасно Здесь Ананасик идет На Готтерганк Ультимейта нажимают Пытается забрать Номанса У Номанса очень мало здоровья Остается Перекидывает неплохо Кира здесь работает По Ананасику Не попадает ультой Номанс выживает Еле-еле Гамбиты Чуть не добили Обоих игроков Вегас Квадрон Не хватило совсем немножко Не хватило совсем немножко Действительно Так у нас Не проходит Обезвижение по жесткому Максу Лодик у нас тоже В неприятной позиции Должен отходить Как же здорово Сейчас было сыграно Гамбитами Очень неприятно Должно быть для них Что не получилось Забрать ни одного убийства Номанс уже был без скачка Скачок из Ананасика Тоже выбили Но тем не менее Это два скачка Которые потратили Гамбит Ничего с этого не получили Неприятный момент Для Гамбит С другой стороны То что они Сами не погибли Потому что это рискованное Было решение Между Т1 и Т2 Так давить агрессивно Можно было и погибнуть Здесь неплохо Вегас Квадрон продолжает Вдавливать нижнюю линию Гамбитов Но Из плюсов для Гамбит Можно отметить То что они не отстают по фарму Несмотря на то что Матчап на ботлайне У них неприятный Да И еще и неприятный Размен прошел Опять обездвижение идет От гаджета Но здесь Даймонд Неподалеку будет И скачок О как хорошо Заградки не выбрал Коучер и скачок Но вышел гаджет За счет Лантерны От Сантоса Прекрасно Чуть-чуть не хватило Даймонду сбить Мог он Если бы попал пушкой Сбить просто Рывок так Стажер На верхней линии Стажер выйдет Опять прекрасно Выходит Стажер Его конечно оглушают По итогу Но это не важно Потому что Стажеру удалось Избежать Потенциальной смерти Вообще еще есть ульта Есть ульта Да Здесь Страшно должно быть Именно сильнее страшно Просто Дайвить Стажера В такой ситуации Но у Стажера уже нет скачка Но потерял Видимо в каком-то размене Который мы пропустили И Ананасик просто идет На красный баф Даймонда Но об этом знает Кира Об этом знает Стажер Он будет наказать Здесь молодого лесника Вега Сквадрон Идут по нему разыгрывать Здесь он все еще пятого уровня Кира уже седьмого Телефон пошел Нету скачка Это минус Ананасик Первая кровь Для Гамбит И красный баф Для Стажера Здесь Ананасик Пожадничал Знаешь Вот так пожадничал Просто знали Что Даймона там нет Это конечно здорово Но Даймонд Не один играет в Гамбитах Там есть еще Минимум 4 игрока И 2 из них пришли И показали Ананасику Почему не стоит Так заходить в лес Когда особенно у тебя нет скачка Да Ананасик сыграл агрессивно За что и поплатился Но Это не сильно усугубляет Ситуацию для Вега Просто нужно помнить о том Что Да ты Ты играешь На леснике Который должен заскелиться И нужно об этом помнить Да И как бы спешить никуда не надо Потому что пока вы Пока у вас все хорошо Вы хорошо оскалируетесь Молодцы Гамбиты Что прочитали этот момент И Ананасика Наказали за такое действие Просто перемололи Можно сказать Торпеды летят в цель Торпеды летят в цель В этот раз есть сетап Есть контроль Который помогает Кстати говоря Я хотел отметить Что очень Сайласу приятно Украсть ультимейт у Корки Потому что там несколько зарядов И каждый заряд Если я не ошибаюсь Активирует пассивное умение Сайласа То есть каждая ракета Позволяет ему Наносить урон цепями Учитывая что откат у ракет У Корки очень маленький Там можно в принципе Очень много урона нанести При этом здесь Сами Сами Вега Складрон Выбрали Корки Именно в Сайласа То есть понимаешь Что как бы Почти угрозы В средней части игры Ой Пак По стажеру играет Стажер сможет ли выйти Оглушение по нему проходит Стажер погибнет На этот раз Ананасик все-таки Нажимает А там на нижней линии Пошла драка Пытается Лодика забрать Утимейк От Нико В оглушении находится Лодик пытается выйти Но Флэйму забирают Вега Складрон Снова Разбирают Гамбитов И Две смерти За буквально Пару секунд От Гамбит Неприятный звоночек Здесь И на верхней На нижней линии На 2 на 2 получается Был от Веги Да Просто в 2 на 2 разыграли Потому что у Лодика Еще скачка не было Там буквально Немножко оставалось И здорово Опять попали к контролю Гаджет за скачка Бесстрашно играл И правильно делал И в итоге Убийство для себя Получает еще и большую волну Запушили в эту сторону Отставание по фарму будет какое-то И то, что сумели Наконец подловить стажера После стольких попыток Должно быть очень приятно Для Веги Непонятно только Почему Даймонд Все-таки не Появился в этой части карты Потому что Мне кажется, что Вот именно Для Веги Где должен играть Ананасик Это именно через босса сейчас Да Это правда И Вега себя полностью реализует Пока что тут Понятное дело То, что Ананасик На Сиджуане Против Вайт Даймонд Брокса Как он себя реализует Это прям Огромный Ну Это во-первых Звоночек Да Даймонд Броксу нужно Активизироваться В матче Пока еще не поздно Пока еще есть время Реализовывать своего персонажа И быть эффективней В связках 2 на 2 3 на 3 На карте И, кстати говоря Ну, здесь жесткий макс Видит Просто урон от дракона Он получит Неприятненько Но не более того У Даймонда Есть ультимейт Поэтому его надо Сейчас использовать Надо попытаться Найти себя Где-то на карте Хоть где-нибудь В принципе Сейчас Нету, например Скачка у гаджета Там можно что-то Поделать Но вообще Изначально я предполагал Когда я увидел Шена на саппорте Когда я увидел Даймонда на вай Что это будет топ-лейн Как бы ганки Учитывая, что Сколько времени Провел ананасик На верхней линии Мне кажется Даймонду надо Догнать Так сказать Своего визави И, кстати Опять начинается Инфернальный дракон Даймонд рядом Вега-сквадрон Его делает Очень уверенно 3000 остается Здесь подходит Кстати, телепорта Нет, не у босса А у стажера Есть телепорту Кстати, можно играть По дракону И ТП, если что Вызвать Стажер отошел Под Т2 Для того, чтобы ТТП подготовить Припошел Инфернальный дракон Забирает Вега Для себя Ананасика Конечно, здесь могут Убить Ультимейт Пошел Даймон прокс А пока Аджету Каждый пытается Забрать коробку Идет От Трэша Без движения По двоим И Десетас идет И продолжается Здесь ультимейт От жесткого Макса Флэша у него все еще нет Подходит вперед Кира Пытается доиграть по Веге Но не получается Этого сделать И в итоге Второй инфернальный Пользу Веге И всего одно убийство Для Гамбит А Номанс Несет мид Номанс Получает возможность Еще обналичить Парочку пластин Для себя Это очень неприятно Для Гамбит Ананасик сумел Ценой своей жизни Украсть все-таки Кира Так, Кира Разменивается опять С Номансом У Киры мало здоровья Здесь Номанс Может очень сильно Его просадить У Номанса нет Боевого Загляния Там на боте Проблемы серьезные У Гамбита появились Жесткий Макс Успевает Он живет Секундомер Лодик выходит вперед Для того чтобы подраться С Гарнетом Фэйл флэш Но тем не менее Играет вперед Гарнет почти забирает У Тимбайт Сильнее страха смерти Забирает Гарнета Гамбиты еще идут Играть по Сантосу Да Сантос здесь Ничего не сделает Стажер выходит Скорее всего Липо пошел от Веги Номанс тут Играет по Лодику Лодик с красным усилением Пытается пограться На развороте с Номанзом И выйдут ли Гамбиты Тут очень плохо Может закончиться Для Стажера Нажимает скачок Выходит Вега идет вперед Вот Сантос На подстраховке С Номанзом Но дальше идти Опасно И Гамбиты Забрав убийство Выходят Но тем временем Ананасик работает По Герольду Даймонд Прокс тут У Даймонд Прокса Плюс Невел Но рядом также Иреля Тут опасно играть Тем более нету рядом Кир И все еще Полторы тысячи хп остается Можно попытаться Сили Тем временем Стажер играет по Номанзу Точнее Номанз играет По Стажеру И забирает его Третье убийство Для Веги И тем временем Герольд упал В пользу Вега-эскадрон Да, ситуация Накажется Кира идет Кира не знает Тем временем Акулы тут Кира вынуждена Дать свой скачок Пытается развернуться И пачку крипов забрать Но Герольд тут Всего две с половиной Пластины на миде Даймонд Прокс На подсейве Вышка не упадет Можно попытаться ее защитить Быстро Герольд Для этого забрать Даймонд Прокс Уходит кстати на свое Красное усиление Но Вышку спасли Гамбиты Вышку спасли Но это знаешь Такая хорошая мина При плохой игре Потому что не очень удачный Телепорт от стажера Уже успели убить К тому времени гаджета Сыграть по Сантусу Не получилось Из-за хорошего секундомера И потом еще Стажера подловил Номанс на вот этой ротации Нам показывают повтор Как здорово Ананасик украл Этого дракона Не попал Кира ультой Который только что Украл у Ананасика Можно было постараться Его так задержать На подступах И в любой команде Все знают Что разменять Инфернального дракона На одно убийство Это более чем Если использовать язык Юра Флэшензенайт Ворсет Более чем И мне кажется Вега должны быть сейчас довольны Как проходит эта игра Учитывая что у них Такой хороший скейл сетап Они все еще на равных По золоту Со своими оппонентами Не стоит забывать О том что у гамбитов Скейл тоже очень хороший У них есть Сайлос Который превосходный персонаж В лейтгейме Есть Кайса Которая тоже Творит чудеса На поздних этапах игры Поэтому Очень Очень Все неплохо Все еще у гамбитов Даже несмотря на Отставание в 2000 И Кстати Ирелия без флэша осталась На топе Агрессивное действие было От гамбитов Тем временем на боте Играют Вега Сквадрон Очень агрессивно По жесткому максу Прямо под вышку Второго уровня Выгоняют гамбитов Под Т2 И там тем временем По Кире Разыгрывают Вега на этот раз И находят свое убийство Минус Кира И это Мидлайн вышка Для Веги В итоге у нас забирается И Т1 на нижней линии И Т1 на центральной линии Вега Сквадрон Выходит вперед на 3000 Только что забрали Башню на верхней линии Гамбиты И должны уже смещаться Потому что надо защищать Свои Т2 Потому что сейчас Обзора вообще практически Никакого в нижней части леса нет Вега там может делать Все что им просто Заблагорассудится Гаджет еще знаешь Так максимально медленно Запушивает волну Чтобы максимально большую Отправить Здесь ананасик Будет еще и забирать Верхнюю Точнее нижнюю часть леса У Даймонда Преимущество 3000 золотых Еще и босс здорово сместился Еще и 2 инфернала Еще и 2 инфернала Учитывая какой Жесткий по урону сетап У Вега Сквадрон Потому что там по сути Есть вот передняя линия В лице ананасика На Сиджуане И Сантоса на Треше Все остальные персонажи Наносят урон Красивая анимация Да это правда Пока положение дел Выглядит очень Неприятным для гамбитов Но все еще Опять же Бэкап план В виде лейтгейма От Сайлоса И Кайсы То есть есть сильные стороны У сетапа гамбитов Игра еще не закончена Гамбиты Будут здесь огрызаться Будут здесь бороться Мы знаем Насколько выливая Команда гамбит Насколько Много уже серий Они переворачивали Свою позу Насколько много серий Стажер и Кира Будучи игроками С огромным опытом Когда они Да Идут 2-0 Точнее 0-2 Идут Против них Прям Даже в третьей катке Их стампят Их давят Но они находят моменты Чтобы реабилитироваться Они находят моменты Чтобы камбэкнуть И Возможно Это сценарий И этой серии тоже Кто знает Пока что Вега Сквадрон лидирует На 3000 Но еще ничего не потеряно Для гамбиты спорта Да Мы видели Как в прошлой игре Разворачивались события Когда буквально Одна драка На Шоре Все решила Здесь может быть Примерно то же самое Только в обратную сторону Кстати говоря У нас Мы говорили Про скейл Сайлоса И Кайсы Но когда вы Сильно отстаете по золоту А сейчас у нас На верхней центральной линии Вега Сквадрон ведет Где-то на 1000 золотых Это скалирование Не особо играет роли Потому что Все вопросы скейла Знаешь Они решаются Когда у кого-то Просто плюс один предмет Это да Но командные сражения Опять же Ургот Командные сражения По идее Будет полезнее Чем Иреле И это важный момент Это Для меня это лично Под вопросом Потому что Вот если получится У гамбитов Одну цель зафокусить Например Даймонд ультует Условного корки И сразу же по нему играет Кстати играет По Кире сейчас Да дайвит Это очень опасное решение Кстати говоря Кира может развернуться Но там правда Пакет у Номан За это дает Серьезные возможности И еще по ротациям играют Здесь лодик Перетяжка идет На нижнюю линию От Вега Сквадрон Причем пачка крипов Подходит сюда И Кира один Кира могут задайвить Здесь нельзя ошибаться Ни в коем случае Нажимает ультимейт Для того чтобы попытаться Отогнать Но не тут-то было А без движения не попадает Вышка отдается Гамбитами Но с другой стороны Они давят сильно На верхней линии И хотят размен Эти объектов И босс один Не станет дэмпить Против стажера И Даймонд Прокса Опять же урона Достаточно много Да забирается Дышко Долго она забирается На секунду показалось Что опасно Потому что если еще один Выстрел попадает По Даймонду Там босс мог бы Просто с помощью Ультимейта И как бы там Трику у тебя получается То есть можно Один раз По Ешке Которая уже попала С ресетом После этого еще С ультимейта Там можно было В принципе Эту вайв взорвать Но к счастью Для Гамбита Все получается удачно Еще одну башню Для себя забирают Все еще отстают По золоту Теперь уже там Три с половиной Пищи где-то Отставания Но как мы уже Говорили несколько раз Еще ничего не потеряно Мы ждем Каких-то интересных Проактивных действий От команды Гамбит Когда они смогут Кого-то подловить И кого-то сразу Уничтожить Нисколько проактивно Может быть даже Они будут действовать Реактивно Но очень важно И мне не ошибиться И важно Выиграть следующие Команды сражения Потому что Чем дальше идет игра Тем больше Будут отдавать Команды Проигрывающие Команды сражения Да Это да То есть чем дальше Влейт Тем страшнее Для команды Гамбит Здесь Ананасик И тем вышится на ошибки И это правда Одно проигранное сражение Ну собственно говоря Мы видели В прошлой игре Вега проиграла Десять сражений А Гамбиты одно Но при этом Важно какое Это точно Здесь вижн контроль Кстати Вега Сквадрон Стараются агрессивно Занять обзор В верхней части карты Понятно что Там кстати Небольшой размен Пошел по хп Красный бамп Ананасик Забирает Красный Выходит Просто на фонаре Знаешь как Лайка босс Ну не как босс Его тиммейт А как босс Лайка ананасик Лайка ананасик Очень легко Выходит Забирает красное усиление Просто под носом У Даймонда И потом еще На фонаре Выходит Очень легко Это знаешь Такое Небольшой удар По самолюбию Такое Когда тебя пересмайчивает Исник Который отстает Даже на один левел Да и в целом То что Ананасик находился Сейчас В лесу Оппонента Он понимал Что он в принципе Имеет на это право Так у него за спиной Находится трэш Но Гамбиты Будь они чуть лучше В позиции Могли бы и сыграть Что нужно Гамбитам Кайсе нужно два предмета То есть Когда у лодика Появится два слота Он сделает Свои два апгрейда То есть у него уже есть Одно усиление Кстати подловили Попадают по Даймонду Подловили Даймонда Да как же так Убили его моментально Вай Нажало скачок Но очень поздно Уже это было То есть надо было Нажимать флеш От ультимейта Сиджоаню Так или иначе Как быстро взорвали Даймонд Прокс Но Барона еще нет Барона еще нет Поэтому Не все так плохо Для Гамбита Отдали одно убийство Не страшно Если объекты Не будут отдавать То есть вышка Там на миде Хотя наверное Упадет Т2 вышка Конечно упадет Потому что Это еще один объект И потому что Даймонд не прожал Скачок на первый контроль Когда есть цепь контроля Надо прожимать его Всегда на первый Здесь наказали Даймонда Не сумел себя На карте найти В этой игре Вот как мы ждали Вот этих связок Там дайв На верхней линии Там с помощью Ультимейта Вай И при поддержке Ульты Шена Не получилось этого сделать И как главное контролит Вега Сквадрон Лес Гамбитов То есть все Нижний лес Под полным контролем Забирают волков Забирают грампа Синий И все Гамбиты приходят В свой лес И понимают Что нету ничего Что мы могли бы забрать И в итоге Вега начинает Вырываться Еще сильнее По золотым вперед Несмотря на то Что убийство Одно убийство Было сделано За все это время И уже Из преимуществ В 4000 А он превратился В 6 Да За счет того Что контролит Сакимпы Ну забрали одну вышку Окей Да Забрали килл плюс вышку И контролит с кимпы Вот тебе и преимущество Которое в итоге выливается Да Если что Кстати говоря Это одно из важных Таких Один из важных элементов В игре Из преимущества Это забирать Вражеские лесные кимпы Потому что вы лишаете Дохода Команду противника То есть здесь Даймонду тяжело Находить для себя фарм Да и Его лейнеры Я уверен Были бы не против Позабирать парочку Лишних кимпов Сейчас у нас Отставание на почти 30 миллионов На верхней линии 20 миллионов На центральной линии На нижней линии Все более-менее хорошо Кстати хотел отметить Интересный первый предмет Для лодика Грозовая бритва Сейчас классика На кайсу То есть все кайсы Перешли на Практически все Перешли на Это вот после Небольшого усиления Грозовой бритвы Когда там Добавили статов Потому что ты можешь Купить Грозовую бритву Сверху купить кирку Кирку И уже получаешь Усиление на Кью На кью, да На игра Текати То есть И потом ты докупаешь Гинсу И у тебя появляется Второй апгрейд Уже на Ешку На Ешку, да И таким образом После этого Ты сможешь собрать Либо Жоню Там кто Кто что предпочитает Но тебе нужно 75 сил и умений Для того чтобы Усилить свою W И в итоге ты собираешь Либо Жоню Либо Эхолю Дэна Я видел Собираю там Несколько разных опций И вариаций Что можно взять Чтобы добить Усиление на W Эволюцию Поэтому сейчас У гамбитов Пауэр спай Кайса получила Два предмета Она сильная То есть Очень важно Как будут разыгрываться Командные сражения И как себя будут Находить гамбиты И здесь Ананасик Находит Даймонда Даймонда находит Но не попадает Своим ультимейтом Десентом тоже не попадает Даймон Прокс уходит Барона Это не самое безопасное Решение от гамбит Здесь скорее всего Придется принимать Даку У Даймон Прокса Серьезные проблемы Он разворачивается И будут драться гамбиты И тут вперед Врывается лодик Раскраса Убивает Гарджета И тут на разворот В этой карте Здесь босс обходится Ананасиком вместе Попадает торпеда Забирает корки Это какой великолепный Шаттаун И гамбиты Сейчас идут Забирать Нашора Пятером Вдвоем остаются Ребята из Вега Сквадрона И конечно же Болельщики Гамбит взрываются У нас в зале Ира отвлекает Ананасика Не хочет Чтоб украли Это у Нашора Ананасика Надо стопать Витыча остается У Нашора Ананасик будет прыгать И пытаться стереть Стан Врыв Вега Сквадрон Забирает У Макса Все равно Они пали Довлкил И это На шорпе Гамбит И Эйс В их пользу Неофициально Потому что Реснулся Сантос Тем не менее Барона Гамбиты Забрали Это камбэк В матче Матчпоинта С 2-0 Веги Очень жестко Было сейчас Мне кажется Очень классно Провели это Сражение Гамбиты И несмотря на то Что там Босс с Ананасиком Знаешь Просто на На Просто как Фигуры высшего Пилотажа Показывали Как там Босс скакал По тимфайту И забрали Для себя 2 убийства Это не важно Потому что Хотели сыграть По Даймонд Проксу У Даймонда Есть поддержка В виде Шена Еще сразу же Прыгать вперед Лодик Гаджет Просто был Стерт С лица Ущелья призывателей Потом Какая же Торпеда От стажера Просто показывает Даймонду Как надо стрелять Этим умением И здесь Мне кажется Молодцы Все-таки Гамбиты Что Развернулись Не стали Вот в один момент Они просто Прекратили дамаг По Нашору И сначала Добили Все-таки Босса Вместе с Ананасиком Хотя там было Близко Босс пытался Украсть Пульсирующим Клитком Нашора Так Вега хочет Идти в контратаку Не попадается Мультимейтом Ананасик Десент Уходит Гамбиты Тут надо Аккуратнее Вега Сквадрон Играть Потому что Гамбиты Могут развернуться Они сейчас Достаточно сильные Чтобы принимать Сражения Против Веги Поэтому Гая тут Вега Сквадрон Должна переждать Этого Нашора Чтобы продолжить Командные сражения 3000 преимущества Осталось всего лишь Было где-то 6 Сейчас еще Вега Сквадрон Для себя еще одну башню Получили Сайлос на боковой Находится на нижней линии Кстати сейчас Испойдут Роунтаймер Могут и поддавить Вегу Здесь нужно Аккуратно Веге играть И возможно Сдавать Ну точнее Отступать Под вышку Второго уровня Свою Ананасик Киру Здесь подзакрыли Немножко Кстати Кира Разворачивается Играть по Ананасу Здесь есть Лантерна И спокойно Пока выходит Вега Гамбиты давят Гамбиты давят Не хотят они Очень отдавать эту игру Преимущество по золоту Практически нонфакторное Но есть все еще Элементальные драконы Которые как-то усиляют Командую Вега Сквадрон Так стажер идет Очень агрессивно Мог сейчас Кстати говоря Хук поймать И там много бы урона Прошло и от гаджета И от Номаза Которая находится Неподалеку Кире нужен 16 уровень Чтобы Сайла смог Знаешь Просто по красоте В тимфайтах Украсть вот все Там несколько Нужных культов Сначала украл ульту Сиджуи Потом в середине Тимфайт Скорее всего Нико Хотя в последней драке Он украл ульту Трэша И поставил Такую крутую коробку То есть посреди Командного сражения Позволил Гамбитам Очень хорошо Чувствовать себя В этой драке Намного свободнее Потому что противник Был под огромным Замедлением Да В золото нам Пока что Было 6 тысяч Где-то у Веги Сейчас осталось Всего 2 Гамбиты 2 башни Для себя получили Это очень приятно То есть Преимущество по золоту Уменьшилось Максимально Насколько гамбиты Могли его уменьшить Они очень здорово Все-таки выиграли Драку на шоре Это был бы просто Поворотный момент Потому что проиграя Не там драку Это была бы игра Это была бы игра Причем с очень большой Вероятностью То что Как говорят американцы То что можно отнести В банк просто Когда вот такое происходит Пока что гамбиты Шансы сохраняют Если они эту игру выиграют Они могут свой Знаешь такой Поворотный момент Получить Киров вороет ульту У Номанса Но здесь есть фонарь Кстати Сантос очень много В этой игре Спасал своих тиммейтов Из таких Знаешь Липких ситуаций Неприятных Неприятных Что хочется отметить 3 предмета Получил Корки То есть Номанс уже на своем Главном пауэрспайке Тем временем 2 предмета У гаджета И появляется еще секундомер Который позволит ему пожить Подольше в командном сражении Не умилеть так быстро Как-то произошло на шоу Хотя возможно Там уже был секундомер Но просто в контроле Он был уничтожен Так или иначе Есть 2 предмета Полных у босса Включая Включая секундомер То есть еще есть секундомер Сверху Этих двух предметов И будет ангел-хранитель Скорее всего Тут Есть свои рисковые моменты Отправляет Фейк Сантоса На разведку Так А сейчас будут готовиться ловить Опа Здесь кстати Вижен есть у гамбитов Инфернального дракона Гамбитам нельзя давать Ни в коем случае Они очень хотят за него подраться Здесь Вега тоже хочет Драться и оглушает Стажера Идет вперед Вега-сквадрон И врывается Даймон Прокс Играет по Сантосу В опасный момент Сантос в секундомере Гамбиты идут вперед Пытается подраться Нико идет оглушением своих Убивает Даймон Прокс Очень быстро у Стажера Проблема его пробивает Сильно очень погибает Тем временем Врывается Новос И Новоса забирает И там Лодик стреляет Гамбиты Взрывают эту драку Забрав всех игроков Вега-сквадрон Одного за другим И это Эй С пользу Гамбит Счет 13-8 И Гамбиты Как бы сейчас Карту не взяли Потому что Огромный тест таймер у Веги 28 минут на таймере Целых 30 секунд Новос будет На фонтане находиться Одну сторону точно вскроют Потом возможно Развернутся на инфернального Потому что закончить На 20 секунд Будет очень сложно Гамбитам Но это Камбэк Который реален И Гамбиты Не готовы отпускать Эту серию ни разу И это то Чего мы от них ждали Потому что Мы точно с тобой Не готовы были уходить домой После 3-0 серии Спасибо Гамбитам За то что они Продолжают сохранять интригу В этой серии Лодик очень здорово Настрелял в этом тимфайте Сейчас кстати Гамбиты Немножко подзадержались На базе противника Лодик в одиночку Начинает Этого инфернального дракона Даймонд Вот только что подошел Потому что в том сражении Если я не ошибаюсь Он погиб Но очень много времени На себя стянул Еще и с секундомером Теперь Минус секундомеру гаджета Секундомеру босса То как провели Это сражение Гамбиты Это было просто прекрасно Здесь нам покажут повтор Во-первых Ультимейт Играть по стажеру Это наверное самый Толстый В хорошем смысле Член команды Гамбитов Даймонд на себя Оттянул с ультимейтом Потом еще и Секундомером Несмотря на то что Гаджет хороший ультимейт Сдал Все-таки Нико АДК Должна играть как АДК А не инициировать сражение Номанс который полетел В бэклайн Просто шотнут Командой Гамбит И Лодик все это время Еще не тратив ультимейт Потом еще сумел Поддержать свою команду И вернуться в командное сражение Так Стажер в рисковой позиции Но Сантос рано сдает хук Исцеление с триумфа Стажера просто выхилило На полстолба И стажер очень танковый Посмотри на этого Ургота Три предмета Один из них адаптивный шлем Ирандуин Против критов Против урона Против корки Это самая жесткая Комбинация предметов Да То что делает Стажера Не то что неубиваемым В этих командных сражениях Но он танковать будет Супер долго Если он еще доберет Сверху какую-нибудь Гаргулю До спеха Гаргули Стажера будет убить Просто невозможно В этих драках И уже есть Гаргули Кстати у Даймон Прокса Он собрал ее только что Это Вай Тоже под дрожью земли Будет жить достаточно долго Но у Веги У Веги есть свой фронтлайн Веги нужно Проводить командные сражения Более осторожно Номанс только что Одним врывом С пакета Валькири Буквально убил Возможность Веги Сквадрон Эту драку взять При том что у него был пакет Он мог его дать так Чтобы просто отойти Занять сейфовую позицию Продолжать стрелять Но он сыграл оверагрессивно И за эту агрессию Пока что Гамбиты Вегу наказывают И Барон стоит И Гамбиты в позиции У Кири есть у тебя Сиджуаль Ульта от Кири Пошли вперед Даймон Прокс Здесь Гамбиты врываются На полность И деньги Подаймон Прокс разыгрывает Здесь Гаргулли Врывается вперед Ульта Гаджета По всем углу Шаг не проходит Жесткого Макса Забирает Даймон Прокс Здесь стреляет Лодик Лодик бьет Ананасик Ананасик Еще живой Кировой Пецентный событий Но его взрывают Гамбиты начинают проигрывать Драку Сторон сегодня живет Очень долго Лодик стреляет Но его забирают Трипл Квазра килл Для Но бонза И это будет на шор Какую Драку Сейчас взяли Вегас Квадрон Но агрессию Гамбитов Они ответили Своей Откайтили И выиграли бой И забрали на шора И сравняли счет По убийствам И 5 в 0 Проводит это сражение Вегас снова выходит вперед На 4000 золотых Получая для себя Усиление на шора Гамбиты Мне кажется Переоценили свои силы Потому что До этого все файты Они начинали с того Что они как раз таки Контр инициировали После того как Сдавал ультимейт Ананасик Сдавал хук трэш То есть можно было Потом на развороте играть Здесь Гамбиты решили Сыграть агрессивно Не получилось никого добить И босс И гаджет Выжили на небольшом Количестве здоровья И после этого пошел Уже разворот-поворот От Веги И они просто Вайпнули Гамбитов В этом сражении Квадрокилл для Номанза 5 в 0 размен И я представляю Как Лев сейчас счастлив Да Вот мы видим Как раз на своих экранах Прекрасная игра От Веги Они откатились Они сейчас победили Гамбитов Их же оружие Все как играли Гамбиты Все предыдущие сражения Вега взяли И раскатили Гамбитов Вывели на свою территорию Позволили Гамбитам Пройти на свою половину И поверить то Что Гамбиты сейчас Выиграют драку И контр-атаковали Здесь MVP этой драки Возможно гаджет Потому что его ультимейт Оглушение задело Четверых игроков Гамбит И Лодик Просто не смог нанести свой урон Потому что Позиция была уже не та Лодик кстати говоря Получает рунаун У него есть QSS Лодик достаточно сильный Он может расстрелять Своих соперников Но если вот так далеко Будут уходить Все тиммейты с Гамбитов То будет очень сложно Что-либо сделать Стрелку команды Гамбит Да Теперь уже Вега Начинает пушить Агрессивно С усилением на Шора Гамбитам нужно Нужно что-то придумать Потому что Только что нам казалось Что уже под контролем Гамбитов Эта карта Но больше так не кажется Башня на миде падает Босс будет в это время Сприт пушить Качели в этой игре Просто максимальные Кира уже очень много урона От Номанса Получает это одна ракета Огромный урон от Корки Он просто не прощает Кира просел На 30% здоровья Здесь пытается он Ответными ракетами Давать Здесь Вега Сквадрон Забирает прекрасно Но очень быстро сторону И Сажор подставляется По нему играет Он нажимает флеш Сажор выходит Пока что у него все хорошо Хороший урон от Вега Сквадрона Этого недостаточно Коробку минус У Сантоса Сантос еще отдал свой скачок Пытается вторую сторону вскрыть Прямо сейчас Вега Сквадрон Отзонивают игроков Гамбит Гамбит И отдадут вторую сторону Но все еще есть третья сторона За которую можно будет драться Игра еще не проиграна Но очень Вега близки К этому 3-0 Очень близки Такой урон Сейчас только что Номанс выдал По Даймонд Проксу Мне кажется Тот факт Что Даймонд в этой игре Пошел в поглотитель Ему еще аукнется не раз Он все-таки решил Дособирать черную секиру Стоило ли это вообще делать Учитывая что брони То не так много У команды Вега Сквадрон Там даже ананасик По сути Кроме как клятвы рыцаря Особо брони не имеет Кому здесь снижать Защитные показатели Ну Таби есть еще у Ирели Мне кажется Это того не стоило Учитывая что с фронт линии У гамбитов Значит не так все хорошо Есть стажер Есть надежда на то Что жесткий маг С помощью своего ультимейта Или W Может запротектить кого-то Но у Даймонда Один расчет Что есть дрожь земли И есть горгулья После этого он будет складываться Учитывая какое количество урона Сейчас у Вега Сквадрон У гаджета уже 3 предмета есть Он никак не отстает от лодика Есть 4 предмета У Номанза И есть еще босс У которого есть уже Титаническая гидра И тройственный союз Огромный Огромный просто Плюс у Веги Еще Помимо всего Что ты перечислил Это 5 элементальных драконов Из них 2 инфернальных Даймонда находит Просто кусок от него Отрывает одна ракета Сейчас может быть драка Опять Вега Сквадрон Очень уверенно заходит Дес гамбитов Они просто выжимают Весь вижен Выжимают весь контроль карты У гамбитов Не дают им ничего сейчас И за счет двух отсутствующих сторон Вега может очень уверенно давить Но вот Наверное ключевой момент Будет сейчас Под Т3 вышкой Они То есть гамбиты Не должны отдавать Три стороны ни в коем случае Потому что тогда Вега Сквадрон уже 100% Побеждает в этой карте Потому что три стороны Защищать против такого сетапа Будет очень тяжело Падает Т2 вышка на топе Ой Тем временем Даймон Прокс Почти погибает От Номанза Как так Там встрял Даймон 14 уровня Кстати говоря Ракеты от Номанза Летят и очень больно бьют Даймон Прокс Вынужден отступать на базу И принять драку Гамбиты сейчас не смогут Они в меньшинстве Даймон должен бежать сюда Как можно скорее Чтобы спасти последний ингибитор На своей базе Вега играет аккуратно Отступает немножечко Две минуты до появления Нашора Тут Вега-Сквадрон Агрессивно Там Кира должен был отойти Для того чтобы защищать Базу от миньонов У Киры есть ультиммейт Нико Нужно будет сиять Сейчас Гамбитом Очень ярко Иначе Вега-Сквадрон Заберут третью сторону И там будет начаться тяжело Идет от гейджа Даймонда Да сражу Да у жесткого Макс Называется вперед Кира испытывает ультиммейт Нико Очень много урона летит Во всем игрокам Гамбит Почти погибает Даймон Минус жесткий Макс Два уже убили Тем временем Лодик Играет по ананасику Он не может пройти вперед Гамбит И прямо сейчас Проигрывает драку Под своим инкебитором И я не могу в это поверить Команда Вега-Сквадрон Со счетом 3-0 Побеждает Гамбит В полуфинале И проходит гранд-финал Против Элемент Про гейминг Это невероятный Шок контент И потрясающая партия От Акул Более чем потрясающая Мы знаем, что со временем Рушатся империи Рушатся замки И сейчас Гегемония команды Гамбит В нашем регионе Рухнула Причем с таким Громким треском Что его было слышно За пределами Московской области Даже 3-0 И в этом сражении Мы увидели Что Лодик Несмотря на все его предметы Не мог наносить урон Потому что перед ним Стеной Стал один фрукт Ананасик 3-0 От Вега Сквадрон Кто мог в это поверить? Я не могу в это поверить Я тоже не могу в это поверить Такого стомпа Я не ожидал Не готовы оказались Гамбит Просто ко всем Заготовкам Веги Не было ответа на Нико Не было ответа на Кайлу То есть Не на Кайлу Не на Маргану даже Не на Маргану Да То есть Слишком много Заготовок оказалось В закромах У Веги И в итоге Вега побеждает С счетом 3-0 Последнее сражение Несмотря на все попытки Гамбит Оно прошло просто Полностью под контролем Веги Опять по-моему Ни одного члена команды Они не потеряли Еще даже позволили себе Немножко Пострадать Так сказать Знаешь Лишними действиями В игре на простое Потому что босс Дал телепорт Для того чтобы Почесить лодика Который единственный Выжил Из команды Гамбиты Просто пытался Спасти свою жизнь Вега очень здорово Заканчивает эту игру Несмотря на одно Провальное сражение Которое дало Точнее даже два Провальных сражения Которые Гамбиты Хорошо очень провели Все равно Вега побеждает И делает это Более чем уверенно И очень красиво И очень красиво Вот это Что называется на классе Обратите внимание Первая игра Вега выиграли Одной стратегией Второй Совершенно Вторая игра Была выиграна Совершенно иной стратегией По совершенно иному подходу Вот это 1-3-1 Где они просто По макро Переиграть Гамбит По макро Гамбиты были уничтожены Во втором матче Ну не уничтожены Но их переиграли По макро Во всяком случае То есть и в одном Командном сражении Буквально все разрешили В третьей игре Тоже Опять новые Сиджуани появляются То есть если во второй Был Казикс Первый там Был по-моему То есть опять другой подход Немножко от Веги И все три игры Все три игры Вега забирают Да По-разному По-разному И когда происходит такое Ты две игры проиграл Только что против двух разных стратегий В третьей игре Нужно менять концепт Нужно приходить Опять же Переходить кардинально К какому-то новому подходу И в принципе Гамбиты попытались это сделать Но Опять же мы увидели Не реализован Получается шанс через топ-сайт Не смогли задавить Ирэлью Да и не пытались Особо сильно это делать Наказывали чуть-чуть на Насика За его Излишнюю агрессию Да Потом Вега начали вести Но Гамбиты смогли реабилитироваться Но Вега все равно давила Вега все равно Потом поняла Как нужно принимать Как нужно вообще делать сражения Надо их принимать А не начинать самим Потому что до этого Те сражения Которые Вега Проигрывала Это Вега Их начинала Сдавала контроли Не туда Не в те цели Или вообще мимо Но В любом случае Даже в этой игре Которые у Гамбитов Были самые явные шансы выиграть Даже Наверное лучше Чем в второй игре Где там По сути один файт на Нашоре Все зарешал Здесь Вега выигрывала 2 на 2 на боте Вега Вместе Ананасик вместе с боссом Сумели убить Сташора По сути Гамбиты в ранней стадии Опять игру Проиграли То есть Вот это вот Единственное там действие То что они там Ананасика убили на драконе Это все равно в плюс Потому что Ананасик-то дракона Украл И потом вот только Вот этот выигрышный Тимфайт Возле Нашора Который позволил Гамбитам Забрать Нашора И забрать Ингибитор на центральной линии Но он же по сути Оказался Убийственным Потому что он им придал Лишнюю уверенность Что они сами решили Начать сражение Попытались войти В тимфайт Где Опять-таки Ананасик-лодика Не пропускал Гаджет Вместе Со своей ультой От Ника Просто Очень здорово Не пустил Гамбитов в этот тимфайт Чтобы они могли Дойти до бэклайна Ну и еще Наверное Стоит все-таки Вспомнить Что вот тот Выигрышный файт На драконе Он был в основном Выигран из-за того Что Номас Куда-то очень далеко Полетел Номас допустил Да Грубую ошибку То есть он прям Хотел супер агрессивно Сыграть На хайпе На хайпе Лев Якшин Но что То есть как Гамбиты Буквально разваливались Разваливались Тот самый Командный сражение Где Гамбитам Удалось прекрасно Развернуть карту При том как все Неудачно шло для них До этого Вот это та самая Хайповая торпеда От стажера Барон И вроде как Появилась надежда Что Гамбиты Вот сейчас Гамбиты начнут Вот сейчас Да Тогда как разорвался Зал болельщикам Гамбит Понимая что Вот есть шанс Сейчас Гамбиты Развернутся Но понятное дело Что у Веги Хорошо скейли состав У них тоже Очень сильные стороны В лейтгейме И Гамбитам нужно Уйд Прям что-то Очень-очень мощное Сделать Чтобы эту игру Закрыть все-таки Поэтому Тут Гамбиты Молодцы Во второй и третьей игре Прям все было Неплохо Вот это очередное сражение Вот здесь как раз Мы будем вспоминать Долго еще И я думаю Что сам Номанс Будет долго вспоминать Вот эту свою Валькирию Которая просто Отнесла его В гущу командного сражения Бэклайн Просто в троих прыгнул Просто Вега Вот на этом моменте Когда они убили Даймон Прокса Они поверили Что вот сейчас Они выиграют драку И просто заместят Гамбитов Но не тут-то было Не тут-то было То есть пять Пять в одного Разменялись Гамбиты В этом сражении А вот эта драка Наверное решила Исход игры То есть Во-первых Очень много отдали В иллюзию От гаджета И посмотри Какая ульта прекрасная Четверых людей Задерживает И Ананасик Просто играет Нагло В лодика И вот эта ошибка Ошибка От Гамбитов В этой драке То есть Все Даймонду Стоило флешнуться назад От хука От решать Скорее всего Этой драке бы не произошло Они бы остановили Просто Это давление И что важно Это Гамбиты Их задумка Ворваться в бэклайн У них есть кайса Которые Есть шен Есть кайса Которые могут все влететь И поддержать вай Этого не происходило Вот в последней драке Как раз таки И вот то что они попытались сделать В самом последнем бою Тоже не смогли реализовать Потому что лодик В итоге оказался отзоненным И он дрался Один на один С Ананасиком А когда Кайса в такой ситуации Не играет по бэклайну Она не пытается убить Главные Ключевые цели веги То вся атака Гамбит Обречена на провал Да Я думаю что не только мы были В шоке Но и судьи Да Действительно Инстинкт убийцы Не был использован лодиком В этом сражении Наверное Все таки надо было Знаешь Пытаться Вот как Даймонд Ультанул Номонза Надо было пытаться Всем вместе туда влетать Может быть нужен был Какой-то фланг От Ургота Потому что Урготу как раз таки Тяжело влететь Вот именно в бэклайн Команды соперника Ананасик опять Не пустил лодика В сражение А собственно Во всех выигранных сражениях Лодик наносил Очень много урона Здесь он урона Нанести не смог Вегас заслуженно Одерживает победу Потому что Вот если мы говорим Там о близких сериях Мне казалось Что сегодня должна быть Намного ближе серия Чем М19 ЕПГ Она на самом деле Была ближе По самим играм Потому что Вот именно Матчи ЕПГ М19 Там второй Третий матч Они были буквально В одну калитку Так сказать В одни ворота Здесь же Гамбиты Особенно во второй игре И в третьей игре Прям сопротивлялись Очень-очень неплохо Но все равно Вега Как будто на голову Выше гамбитов была Просто во всем Это правда И что Тоже немаловажно Вега Сыграла разными стратегиями Вега брала преимущество То, что мы отмечали До начала Вообще полуфинала Вега Это самая сильная По индивидуальному Исполнению команды Команда талантов Команда Скорее всего Лучших Опять Под своей индивидуалки Команда Среди полуфинальных команд И поэтому Когда Раз за разом Они захватывают Преимущество В ранней игре Даже тогда Когда они Не должны этого делать Опять же Вспоминаем игру В СЛОпенкапе Когда КС-1 Получает два убийства Удалось взять раннюю игру Во второй карте Но удержать до конца Не получилось И Веган Каждый раз Они находят момент Когда они могут Комбэкнуть Да И Кстати Я вот хотел добавить Одну фразу К твоему Очень правильному рассуждению Это фраза Которая у Занзараха Стоит У нашего любимого Николая Занзараха Акатова Который будет Который кстати В финале Своей лиги Сегодня играл Играет Я не знаю Если честно Что там по времени Он так сказал Упорство побеждает талант Если талант Не упорствует И мне кажется Что вот Вега Которая мы говорили Самая талантливая команда Вот именно индивидуально Мне кажется Что эта неделя подготовки У них была очень продуктивная И сегодня мы от них Увидели вот эту игру Без аркады От преимущества Переигрывать оппонентов Один-один Два в два И это принесло Свои плоды Да Невероятные плоды И команда Вега Сквадрон Просто на хайпе Реально На огромном хайпе Одерживает верхом команды Комбит 3-0 В этом жарком полуфинале Встретится с ЕПГ Ну а мы готовы Передать слово На нашу сцену Замечательную Где Алексей Генеис Романов Вместе с Двумя членами команды Вега Сквадрон Обсудит Результат этого Хайпового полуфинала Алексей Тебе слово Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова